Доброе утро! Николай Басков застраховал свой голос на 2 миллиона долларов, и если он его сорвет, он получит такие деньги, и вот и я решил. А ты хоть застраховал его? А что надо? Ой, давай начнемся сначала. Доброе утро, дорогие наши телезрители! На этой неделе будем вашими ведущими Полина и Никита. И сегодня нашей темой будет именно вокал, так что никуда не уходите и оставайтесь сейчас с нами, так как далее к нам придет гость. Кстати, об очень интересном. Никита, как ты думаешь, сколько длится самая длинная песня рекордов «Иднеса»? Ну, может, 5-6 часов. А неправильно, самая длинная песня длится 48 часов. С чего ты взяла? Прочитала в Инстаграм Алсу. Они будут петь песню «Аллилуйя». Это проект называется «5975». И что обозначает это название? Это количество человек, которые будут выступать. Среди них есть даже Дима Билан и Барановские бабушки, и еще куча других звезд, бизнеса, шоу-бизнеса. Но их мы перечислять не будем. Правильно, потому что сейчас мы будем смотреть мультфильм, а после него мы вернемся и узнаем, планирует ли наш гость побить главный вокальный рекорд в книге рекордов «Иднеса». КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мы снова в студии. И говорим вам опять «Доброе утро!» А с нами в студии уже гость, вокалистка, педагог по вокалу и член жюри вокальных конкурсов. И просто хороший человек Анастасия Бережнаев. Здравствуйте, Анастасия! Здравствуйте! И сразу же хочу вам задать первый вопрос. Правда ли, что поющие люди мало болеют? Это правда? Ну вот вы же тоже занимаетесь вокалом, да? Наверное, заметили, что болеть стали реже. Правильно? То есть мы тренируем наше горлышко, мышцы у нас там становятся крепкие, и поэтому мы болеем реже. Слава Богу. Поэтому будем петь и не болеть. Да? А их соседи так же не болеют? Соседи. Я вот недавно играла на фортепиано, и соседи, наверное, делали зарядку параллельно, потому что очень били мне туда вот так вот. Типа, останавливайся, больше не надо петь. Поэтому я думаю, они там или поют вместе со мной, или пританцовывают. Потому что я такая соседка очень громкая. Мы услышали, что Беладзе вас пригласил на русскую фабрику петь. Это правда? Да, это правда. Я участвовала в конкурсе на сайте Рамблер. И потом поехала на фабрику звезд, как гость. А свой голос вы еще не страховали? Нет, может, с тобой вместе пойдем застрахуем. А когда планируете? Не знаю, даже не знаю. Застраховать голос. Никит, ну если ты пойдешь, то можем на следующей неделе сходить. Да? Насколько там? Два миллиона? Или сколько? Два миллиона долларов? Да. Мы знаем, что у вас есть собственная группа. Тяжелось ли работать? Ну, на самом деле, как сольно, так и в группах мне очень комфортно. Была группа Баунти, где у нас был продюсер Роман Бабенко. К сожалению, он разбился. Царство ему небесное. А вот сейчас мы поем вместе в группе с Алексеем Семенякиным. Он гитарист, а я вокалистка. Пишем песни, и, слава богу, все получается очень даже хорошо. Потихонечку идем вперед. Вам нравится работать с детьми? Да, мне очень нравится работать с детками. У меня маленькие племянники, и когда я еще была помладше, я всегда знала, что обязательно буду работать с детьми. Они очень интересные, и это наши талантики, которые вот только-только открывают себя. Это очень приятно делиться с ними чем-то. Что самое тяжелое в обучении петь? Самое тяжелое. Наверное, у каждого по-разному, но главное, чтобы ребенок это или взрослый, чтобы он проникся этим. То есть главное, чтобы внутри было большое желание, а тогда уже все получится. Что делать, если я не умею петь, и у меня песня записана на фонограмму, а звук пропадает? Ну, то есть ты выступаешь, и тут звук раз, и пропал, да? Ну, я думаю, все-таки надо научиться петь, ходить на вокал и не использовать фонограмму. А вы можете показать какую-нибудь свою любимую распевку? Распевку, да. Мне кажется, что для меня лучшая распевка — это песня, которую я готовлю на определенное выступление. Вот, например, мы сегодня выступаем с детками, и мы будем петь эти песни, которые мы поем. Вот на них и распоемся. А вы писали когда-нибудь свою песню? Да, я еще являюсь автором и композитором, пишу песни, пишу песни деткам. Недавно сотрудничала с Натальей Бучинской, и для нее тоже написала песню. Я думаю, мы на этом не остановимся и будем сотрудничать со многими вокалистами. Нужно, чтобы было вдохновение какое-то, настроение, и тогда музыка сама идет, и текст сам идет, стихами уже. А вам нравится писать песни? Да, очень нравится. Я думаю, это мое призвание. Спасибо, Настя, что открыли нам свои секреты. Вы сделали это утро светом и позитивным. А нам уже пришло время попрощаться. До завтра, дорогие друзья. До завтра. Продолжение следует...